Сегодня нас ждёт большое приключение. Пришло время, чтобы перепрыгнуть через время. Поэтому смотрите, учитесь, действуйте. Здравствуйте, друзья! С вами Чеширский кот и Чеширский еж. Мы купили машинку, которая стричь волосы и решили подстричься. Ежика уже подстригли, а меня только начали. Понимаете, с этим карантином было всё закрыто, и парикмахерские тоже. И вот все обросли. Теперь открылась парикмахерская, и там такая очередь по записи, что просто ужас. Ну, я не хочу ждать. У меня уже непонятно, что на голове, какая говна. И мы решили рискнуть. Да, и ежик решил побыть парикмахером. Немножечко. Ежик стриг. Так, а что ты это? Что? Ну, не хочешь, что ли? Что не хочу? Половина подстриг кота, половина нет будет. Не, не хочу. Я так кота оставлю. Что, хватит, вот здесь чуть-чуть убрал. Будет обрезлый кот. А здесь мы немножко вот так сделаем, и всё вот так вот. И всё, и как в барбершопах делают. Чух, подожгли там, хоп-хоп-хоп, нормально, там потушили. Всё, дичь, как. Вы знаете, а ежик стриг в своей жизни один раз только кого-то. Кого? Не один раз. А сколько? Два? Несколько раз стриг, не только это. Сестру стриг, наверное, несколько. Ну, и что вам получилось? Ну, более-менее. Ну, а так постоянно под машинку кого-нибудь. Это частенько. Ну, всё, ежик. Бери теперь ножницы и стриги мне впереди. Да? Программа. Посмотрим, что получится. И вы тоже посмотрите. В прямом эфире коронный страшный номер. Да. Вот ты загородил всё. Давай я вот так повернусь. Да, сначала вот это, чтобы глаз дало и сердце вон. Чтоб я мог видеть что-то, белый свет. У меня чёлка уже очень длинная. Она мне мешает на работе и вообще везде мешает. Ножнички, конечно, не очень. О, ножнички не очень, видите? Надо, кстати, подточить чуть-чуть. Я представляю, что получится. Ну, ты хотел рваную чёлку, она получится у тебя. Она не такая получится. А какая? Ну, если-то рвут, они режут, вот она получится рваная. Как джинсы рваные. Да. Так и чёлка моя будет. Да. Ты же хотел рваную, ну и получишь рваную. Ну, да. Ну, и получишь рваную. Вы знаете, что это рисковый очень эксперимент. Ну, такой же, как сам кот. Кот всегда рискует вовсю. А если хорошо получится, тогда добро пожаловать к нам на стрижку. У меня, кстати, раньше была такая же прическа, как у ёжика. Здесь всё сбритый хвост. Можете посмотреть у меня в ранних видео, когда мы переехали в Краснодар. У меня два года была такая стрижка. Потом она мне надоела. Там Краснодаре жара ужасная. И это как раз было актуально на тот момент. Ну, кстати, я первый раз в Кемеру так постригся. Вот. В Краснодаре ещё стригся. Ну, в последнее время у меня уже, у меня сменилось уже две стрижки новые. А ёжик всё так и остался. Не хочет он ничего менять. Недавно он тоже был обросший весь. Здесь со всех сторон у него кудряшки торчали. У него шкудрявый волос. Они у него торчали, как у дяди Клюпа. Помните, был такой клоун в СССР? При нашем детстве дядя Клюпа. У него так вот всё торчало. Вот. Комичная такая у него была прическа. Но специально под его антураж, как бы. А я у ёжика также была. А сейчас... Вот. Он опять так же сделал. Не хочет ничего менять. Не знаю, почему. Я вот люблю по-разному, чтобы у меня было. Мне быстро всё надоедает. Я ходила с такой прической, как сейчас у ёжика. Два года. Стрихся, наверное, 3-4 раза. Так. А потом уже начал их отращивать волосы. И другая у меня была уже стрижка. Кому интересно, можете прокрутить там, посмотрите у меня, краснодарские ролики. Такие. Вот видите. Вот всё вот у меня стрижка. Видите, сколько волос. На стрижке. На стрижке. На стрижке. На стрижке. Потому что следующий этап стрижки. Он был. И не менялся. Чуть сейчас котику ухо не отрезали. Вы представляете? Что хочешь, ты делаешь? Ухо, глядя, отрежу шерсть. Всю говорить тебе клочками. Ну, как издеваются над котиками. Ты так режешь мне прям. Шу-шу-шу. Наклонюсь. Ну, забьёт прям всё мне. Плачками. Ну, я говорю клочками. Если что. Котик был коммунистом. Нет. Если что. Сейчас будет плохо. Я ёжика закрою в подвале. Он будет там всю ночь сидеть и замерзнуть. Это будет его наказание за неверную стрижку. Охот пойдёт. Добраться завтра. Пешком. Знаете в чём? Да, пешком пойду. Полтора километра от работы. Утро. Два. Вот в этой вот шапке. Дай покажу. Если у меня ёжик плохо посредит. Точно. Будешь косить под динозавра. Да. И утро добраться. Ну, началось всё. Скажу. День добрый. Ну, у нас там люди все есть. Есть там динозавр. Ну, там люди у нас все нормальные. Весёлые. Поэтому агрегируют нормально. Будут смеяться целый день. Ну, конечно же я буду смеяться целый день. Смотрите, у нас с балкона видно радугу. Пасмурно, тучи. После дождя. Яркий-яркий такой лес зелёный. И радуга. Здорово, да, ёжик? Вообще бомба. Красава. И пруд, смотри, как искрица блестит. Да. Ладь прям вообще такая, как зеркало. А ты видишь, там круги постоянно везде. Вон, видите, кто-то плывёт. Там рыбки. Там ещё живут у нас уточки. Ну, и сейчас нет, потому что кот их напугал. Потом, попозже мы вам покажем, как только увидим. Покажи радугу. Вот она, класс как. Немножко искажение света. А где-то там есть ещё второй конец. Ну, это там наверху ты его не найдёшь. И с другой стороны тоже не увидишь. Маленькое искажение. Просто-напросто ёжик. Помнишь, когда мы сюда приехали, тоже была радуга? Да. А когда ехали, помнишь? Да. По пути. И опять радуга. Радуга всегда к чему-то хорошему. Нет, она к тому, что где-то там на конце какой-то злой ему метролль прячет свой горшок золотом. Нет, ёжик. После радуги у нас всегда какие-то хорошие изменения. Надо идти к концу радуги и откопать горшок золотом. Надо идти по радуге. Смотри, она уже туда пошла, бля. Она дугой пошла кверху. Вон туда, смотрите, дугой кверху пошла. Солнце будет сейчас. Ой, не знаю, видно вам, нет? Она скрывается в тучах. Не-не, она сейчас появится. Ярче, ярче, ярче становится. Видишь? Вижу. Ну, я не могу. Ёжик вовремя её заметил. Я не могу показать людям на видео, потому что не так хорошо её видно. Она ярче, ярче становится. И меняется цвет вообще, смотри, это, листвы. Вот сейчас такой тёмный. Но он не такой. На самом деле он очень-очень яркий. Вот сейчас как будет, я вам скажу, какой реальный цвет. Вот у нас тут лес, вообще классно. Вот, видите? Вот сейчас вот тёмный. Он сейчас не такой, он яркий. Под солнцем. Вот так у нас классно, кайфово. Вдалеке лес. Вот, самая яркая зелень, вот такой вот сейчас цвет листьев. Вот видите, как только появляется зелень такая. Очень красиво. А тут орех вообще. Дерево, орех. Лесной орешек. Большой-большой. Посмотрим. Не по фундук. Да, фундук. И качеля прям наша под ним, под фундуком. Да, рядом мангальчик. Импровизированный. Там мангальчик. Вот бусик стоит наш. Вот такой у нас вид с балкона. Вон оно наверху скрылось. О, вот такой цвет. Вот сейчас только был яркий-яркий зелёный такой салат. Как салатовый прям. Вот такая красота. А, смотрите. Вот она прошла, её видно очень хорошо. Видите? Пока мы болтали, она вообще полностью появилась. И вон там её конец. Вон, видите. Там ещё ярче. Вот видите. То фокусируется, то расфокусируется. Очень красиво. Смотрите, это мостик. Не тряси телефон. Держи двумя руками. Ёжик, пошли по радуге. Пошли. Классно. Смотрите. Ветерок появился небольшой. Наверное, на видео будет бледным. Но она очень яркая, ребят. Всё яркая. И зелень яркая, и радуга яркая. Такая чётко выраженная. Мостик такой радужный. Класс. Мостик. Оник Г 85 оф. Классно-лесик.